Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я зачитаю, дам комментарии. Я всегда в письме останавливаюсь, чтобы что-то не забыть. Что еще хочу отметить? Если вы считаете, что такие видео полезны и вам интересны, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте ваши комментарии. Давайте приступим. Здравствуйте, Галина! Вот она поролась на красивого. Турка не знаю, как поступить. Мне 26 лет, я живу и работаю в Москве. Ему тоже 26, он из Измира. На данный момент он учится в МИТУ в Анкаре из очень интеллигентной семьи. Его мама профессор, папа дантист. Он единственный сын. Это действительно довольно-таки по турецким меркам культурная, светская такая семья. Мне 26 лет, живу и работаю в Москве. Ему тоже 26 лет. Познакомились мы с ним в интернете. Классика жанра. Очень понравился я ему тоже. Начались все эти переписки. Далее он сразу попросил разрешения позвонить, пообщались, понравились друг другу еще больше. На следующий день уже был видеозвонок. По-русски он не знает, как говорить. Общаемся на английском. Английский его просто идеален. Специально для меня говорит медленнее, использует более простые слова. Я так поняла, он студент. Прогуглила, мало ли, врет, может быть. Нашла его статьи научные по 5G технологиям и так далее. Да, я молодая. Изначально я мечтала попробовать пожить в Турции. Начала интересоваться у него информацией с первых уст. Много чего рассказал и про политику, и конфликты внутри страны. Сказал, приезжай, помогу, как смогу, сделаю. И комент тебе первое время, можешь пожить у меня. На что я сразу отказалась, сказав, что это АИП, то есть позор, да? Есть одно но. У меня есть тут парень, с которым мы вместе с 18 лет. Нас держит лишь привязанность. Мы вместе переехали из маленького города в Москву. Вместе двигаемся по жизни. Просила его рассмотреть переезд в Турцию, но что он отказался, так как не хочет терять свою работу в Москве. Этот разговор состоялся еще до знакомства с этим парнем-турком. Скорее, знакомство с турком стало следствием решения моего молодого человека. Он мне отказался с приездом в Турцию. Чувствую, что отношения себя изжили. Ведь мы с моим молодым человеком стали как брат и сестра. Что меня совсем не устраивает. А вот с турком нет такого ощущения. Да и появляется больше маневра для того, чтобы изменить правила игры на берегу. Чего со своим молодым человеком, будущей 18-летней дурочкой, я сделать, конечно же, не могла. Мой меня не пускает в Турцию. Говорит, если поедешь, расстанемся. Конечно же, это нормальная реакция мужчины. Я пыталась расстаться с ним. Сказал, что его жизнь тогда потеряет смысл. А он сказал, что его жизнь тогда потеряет. То есть это, по сути, шантаж. Я что, должна быть твоей постановочкой, как вот мебелью, фигуркой, вазочкой, картиной, чтобы твою жизнь скрашивать и давать ей смысл? Это нездоровые отношения. Я немножко здесь скажу, может, потом раскрою эту тему. Нездоровые отношения к тем, которым мы вступаем для закрытия потребностей. Вам тут конкретно говорят, ты мне нужна для закрытия потребностей, чтобы моя жизнь не теряла смысл. В здоровых отношениях, в нормальных, когда ты имеешь право на счастье, у тебя возможности, безусловная любовь, которая идеальная. Вот в таких нормальных условиях человек должен иметь смысл жизни без отношений. Он должен иметь своих друзей, хобби, работу, родных и так далее. То есть если у него забирают его отношения, он расстается, он может сам функционировать без отношений. Его социальная какая-то жизнь должна быть без отношений. Да, вместе хорошо, любовь, вся история, морковь, но без отношений я тоже не пропаду. А он вам говорит, тыс, я тебе не люблю, остыли отношения. Ну, по сути, тогда вы же чувствуете, не просто так это чувствуете, вы не ку-ку, да, совсем. Вы с него считываете эти ощущения. Но оставайся со мной, потому что я не знаю, что мне делать, у меня нет смысла жизни, то есть я нереализована и так далее в этом плане. Это я немножко расшифровала вот эту фразу. И вообще я сказала, что убьет себя, потом меня, но вся эта лабуденьева в общем. И мы с ним в итоге, конечно, помирились. Знаете, что скажу, вы помирились не про лабуденье, потому что вам стало страшно. И жалко, и вы, и страшно. Написала турку, что нам надо прекратить общаться, и вообще я люблю своего парня. На что тот сказал, окей, реши тогда свои проблемы, если нужна помощь, всегда можешь обратиться. Кстати, молодец вообще, красавчик. Видимо, он адекватный и просто сказал мне гюле-гюле в вежливой форме. Ну да. Но тоже расстроился, конечно, так как он ждал меня, звал и хотел вообще, в принципе, отметить Новый год вместе. Он меня поздравил со словами. С Новым годом. Через Н какое-то, ну неизвестное, наверное, количество дней, наконец-то будем вместе. Вот и хожу. На сердце неспокойно. Сама себе придумала проблемы на ровном месте. Но если подумать, не на ровном. Хочу пожить для себя, а не следовать целям своего нынешнего молодого человека. Не быть его поддержкой. У него есть профессия. Работа у меня тоже есть. Мне так сильно хочется пожить в другой стране, увидеть мир, создать взрослые отношения, закончить старые. Что, плакать хочется. Вот смотрите, создать взрослые отношения, закончить старые. Я хочу нести ответственность. Я на самом деле готова вырасти. Но я еще, это ваш личный кризис. Чтобы вы сделали на моем месте. Но и оставить нынешнего молодого человека и пуститься в объятия, хоть и очень классного, но незнакомого турецкого мужчины, я не могу. Мне надо решиться. Потому что вы в позиции ребенка, смотрите на эту ситуацию. Перспективы жизни на родине. И в Турции хорошие. Есть двойная недвижимость у меня, Россия. Есть деньги, работа. Нынешний молодой человек хороший. У приняты стоять не заставляет, не запрещает жить нормальной жизнью. А то могли бы подумать, что может он абьюзер какой-то. Любовь показывает через поступки. Мы с ним партнеры. Он даже зависит от меня немножко в материальном плане. У нас жесточайший конфликт интересов. Очень хорошее отношение с жесточайшим конфликт интересов. А наши пути должны бы и разойтись. Но мы настолько срослись друг с другом, что это кажется невозможным. Мы ведь, можно сказать, взрослые взрослели вместе. Вот что вас объединяло. Не зная, что делать, ломаюсь над этой ситуацией, ломаю свою голову второй месяц. А турок мой в шоке сидит, как из-за того, что университет его упал в рейтинге. И кажется, не светит ему практика в Европе, которую он ждал. Так и думает еще, наверное, о моей неопределенности страдает. Звонил ночью недавно, шептал мне что-то, мол, хочу, чтобы ты была рядом и тому подобное. Он мне очень нравится, а я ему. Но я не могу принять решение. Видимо, настолько привыкла за годы жизни со своим молодым человеком, что он всегда решает все за нас в глобальном плане, а не куда мы пойдем, что посмотрим, а вообще. Отвыкла брать на себя эту ответственность. Слушайте, ну я не дочитала до конца и сказала про ответственность. Уважаемый аноним, здесь вопрос лично ваш. Вы говорите, мы вместе росли, мы слиплись. Нас это, скажем так, объединило. Совершенно верно, но здесь такой пунктик. Вы на той стадии, когда эти отношения, у этажа фразы были, что мы эти отношения переросли, мы как брат и сестра. На самом деле это просто удобно. За меня берут ответственность. Я нашла на самом деле себе, я думаю, что с папой какая-то история была. Я нашла себе папу. Не в прямом смысле мой ровесник, но в моральном плане он берет за меня ответственность. Мне просто удобно хорошо жить. У вас, скажем так, не получается найти компромисс, потому что сердце требует одного, любви, эмоций, самостоятельной взрослой жизни, кайфануть от этого, попутешествовать, понять, что я что-то стою. Или остаться, вот внутри у вас, да, сомнения, или остаться так, как было, классно, в том плане безопасно. Вопрос безопасности. Не тревожно, спокойно, все решено, но несчастливо, потому что я этого парня уже не люблю. Здесь дело чувств. У вас, ну да, чувства переродились. Я немножко вот про потребности и здоровые отношения. У нас был курс здоровых отношений. Девчонки, кто посещал, спасибо большое. Скоро, кстати, новый курс будет в начале февраля по поводу, как жить своими истинными желаниями, как их найти. Я вам посоветовала вторую письмо на этот курс ко мне пойти. Вот смотрите, вы не знаете, вы боитесь своего истинного желания, вы не знаете, чего на самом деле хотите. Точнее, у вас есть желание, вот турок, вот эта вся история, дело не в турке. Он просто как символ определенный, показатель того, что можно жить по-другому. Смотри, есть перспективы. А не та зашоренность и безопасная, стандартная жизнь, которая у тебя сейчас есть, комфортная. Вы сейчас подавляете свое истинное желание, делаете вид типа, ну я же разумом, я же логично, я же практично мне остаться здесь, мне комфортно, безопасно. Вы закрываете с этим парнем, которым сейчас вопрос безопасности и комфорта. Как бы правильно сказать, боитесь рисковать, брать на себя ответственность. Но ваше истинное внутреннее желание, потому что вы морально готовы, вам, блин, вам 26 лет. Вот эти вот терки ваши внутренние могли проходить в 22 года, в 20, даже запоздало немножко. Вот эта вот решительность, желание чего-то нового, там, альтернативы, перспективы и быть счастливой. Даже до сейчас, 26 лет, у вас еще есть время все это поменять и кайфануть для себя, пожить. Понять, чего я хочу. Вот оно истинное желание. Вы его угнетаете, подавляете. Вас, скорее всего, из семьи учили. Во-первых, у вас проблема базовая доверия, защищенность и повышенная тревожность. Вы хотите, чтобы за вас брали ответственность. Эта позиция детская, жертвенная, может быть, где-то отчасти. То есть за меня что-то решать. Мне так спокойно, хорошо. Либо за вас родители решали всю жизнь, и вы вот из-под крылышка родителей перешли к этому парню. Вместе вот взрослели, становились вся история. И мне сейчас дискомфортно уходить от этого, модели от этой стереотипной своей личной поведения такого. Это же риски, это ответственность. Если чем не получится, мне за это нести ответственность. В этом тревожность, небезопасность я чувствую. Но при этом мне хочется. Чтобы я вообще как человек, не то, что на вашем месте я бы сделала, принимать решение вам. Я просто хотела бы вот вам разложить, что в отношениях оставаться в безопасных отношениях с этим парнем, это не отношения про счастье и любовь. Слово «любовь» уже нет. Вы пережили это, вы теперь как брат и сестра. Да, вы пережили много чего тут, но поверьте, если сейчас вступать вам в брак, с ним рожать от него детей, очень большой процент вероятности, что в итоге вы с ним разведетесь лет через 7-8-10, когда 7-летний кризис отношений будет, и вы останетесь разведенкой с ребенком, там, вся вот эта история. Вот оно вам надо, когда вы можете в это сейчас не вступать. Вы посмотрите, девчонки, напишите в комментариях. Мне очень много смотрят взрослых женщин, зрелых, я имею в виду, у которых был опыт этот. Да у меня во многих историях или в консультациях с кем я встречаюсь, ну, каждое второе вот это из-за чувства безопасности, желания безопасности или страха быть одной, из-за своих страхов девочки вступали в отношения, когда они долго встречались после школы или после института, когда отношения с ней жили, надо было расставаться, а они в них вступили, потому что безопасность выбрали, не рискнули, а потом остались несчастливы, потому что любви нет. Хочу отметить, что оставаться с этим парнем дальше русским в отношениях, это жить под своим страхом, холить, лелеять свою безопасность, но рано или поздно она вам тоже не нужна станет. Вы, эта потребность, она у вас уйдет, это закрыть свою потребность, а не быть счастливой и любить человека. Он вами манипулирует, он вам угрожает. Это говорит о том, что он сам незрелый, он сам ребенок, и он сам не готов взрослеть. В вашей голове ваше истинное желание поменять свою жизнь, вы ему предлагали уехать, переехать в другую страну, рискнуть, оно у вас есть, вы попытались им жить, донести до него, а он не готов жить по своему истинному желанию, он не готов взрослеть, ему тоже безопасно, комфортно, и я больше скажу, у него проблемы, у его жизни не устроены без вас, он не знает, как жить без вас. Поэтому он вас шантажирует, угрожает, вселяет в вас страх, что, дорогая моя, мне без тебя будет плохо, я на себя руки наложу. Ну, честно, вы не несете ответственность за его жизнь, хочет на себя руки накладывать, пусть это делает, это его выбор, не ваш, вы в этом не виноваты. Вы не должны гробить свою жизнь на чужие желания и интересы, живите своими, пожалуйста. Если вы хотите быть счастливы, если вы хотите страдать и быть жертвой, оставайтесь в безопасности, мнительная, она вам потом не нужна, стоит вам. Мы в отношениях по потребностям, нездоровых отношениях, пока наша потребность существует и пока ее удовлетворяют. Не стало потребности или ее перестали удовлетворять, отношения разрушаются. Отношения остаются счастливые, здоровые. Когда меня принимают, ко мне прислушиваются, я в свою очередь делаю то же самое. Он вас уже к вам не принимает, он эгоистически просто вас запугал, скажем так, угрозами и держит при себе. И все равно этого надолго не хватит. А вы упустите возможности не с турком, который вам нравится, он уже уйдет из вашей жизни. Вот-вот скоро он, может быть, уже кого-то там себе нашел. И вы останетесь, как и раньше, у разбитого вот этого корыта. Ну, вам надо. Я к тому, что вам 26 лет. Самое время, я стала, поймите, что вы взрослая, не девушка. Вы уже тетя взрослая. 26 лет. Там многие уже там детей там по треимберут. Понимаете, я к чему, да? А у вас время самое брать ответственность за свою жизнь. Рискуйте, господи. Ну, кто у вас будет оценивать? Наверное, ваши родители. Вы боитесь оценки со стороны, если у вас что-то не получится, и вам дадут оценку, типа, что ты делаешь, или вас будут останавливать. Подавлять ваши истинные желания. Но секрет быть счастливым в гармонии с собой очень прост. Жить так, как я хочу для себя. И я при этом, идя на этот, скажем так, риски эти осознанные, я понимаю, для чего делать, чтобы быть счастливой. Что потом мне сказать, ну, я могла, но не попробовала. Ой, а у меня был шанс, а я не воспользовалась. Ой, а я хотела, там, не знаю, в кружок такой ходить, или в такой институт поступать учиться. Но не пошла, родители мне не сказали и тому подобное. Ребят, пожалуйста, задумайтесь, сколько у нас реальных наших желаний, а сколько приобретенных, навешанных нам семьей и социумом, и обществом. И что не делает нас счастливыми. Мы ходим на нелюбимую работу, живем с нелюбимыми людьми, едим даже нелюбимую пищу, а та, которая полезна. Живем с тем, кого нам выбрали родители, или кто нам дает, закрывает потребность той же безопасности. Ходим на ту работу, которую приходится делать, потому что она приносит деньги, потому что меня родители учили подавлять мои желания, идти, например, не в художественный институт, не в литературный, или не на физмат какой-нибудь, а на экономиста или на юриста, или то, что приносит деньги. А я, вот по факту, да, нам что-то советуют, навязывают. Вот вы знаете, а я счастливый человек? Мне нравится делать то, что я делаю? Или жить так, как я сейчас живу? Никогда не поздно начать это менять. Хотя бы, кто боится менять, я вам скажу, с еды, которую я ем на завтрак, или когда я иду в магазин, что я покупаю? Вот с этих мелочей мы начинаем жить по своим желаниям и становиться счастливыми. Это вам поразмышлять историю. Я столько за это. Это вот крето вообще по моей жизни. А кто будет говорить, ой, ну так можно быть эгоистом, жить только для себя? Это ваше сопротивление. Это вас так учили родители. Это не ваши слова. Это вам так в детстве объясняли. Не надо хотеть то, что тебе хочется. Не добивайся того, чего хочешь. А то ты будешь эгоистом. Мы тебя не принимаем, и тогда тебя не любят. Нам такой сын или дочка не нужны. И в вашей голове это засел, этот страх перемен, страх жить по своему желанию. Да потому что вам в голову с детства удалобили, что это плохо. Что любовь у вас была не безусловная от родителей, а с условием подстраивайся под нас, сделай то, что нам выгодно или хочется, подавляй свои истинные желания. Зато нам комфортно, безопасно. Подытожу. Нарисую картинку, вам же принимать решение, что дальше делать. Вы можете оставаться в безопасной зоне с этим молодым человеком. Скорее всего, ваши отношения не будут счастливы. Максимум, что вы испытываете отношения брата и сестры, не любовников. Можно пытаться как-то искусственно подогревать свою сексуальную жизнь. Это будет ненадолго, потому что искусственно, и будет все равно сходить все скатываться к истории брата и сестры. Почему? Потому что пришло время взрослеть, у вас уже эти запросы ответственности жить по своим желаниям уже есть, а у вашего парня еще нет. Он у вас еще в детстве застрял, ему надо тоже взрослеть. Вы не обязаны делать так, как он хочет, отстраиваться под него. Пусть он запугивает всех вокруг, а брать попросить его обратиться в кризисный центр, раз у тебя проблемы с суицидом. Вообще, хоть и тогда психиатру проверься, потому что тебе депрессия, чувак. И это не просто так ты все говоришь, да? Но я за тебя ответственность, за твои действия не несу, и брать не хочу. И делаю то, что я хочу. Принимайте решение самостоятельно, я просто рисую на то, что это не залог. Безопасность — это не равно счастье. Вот и все. По поводу Туркуса, я думаю, что с ним может ничего не получиться, потому что он уже быстренько сольется. Вам либо сейчас за горяченькое брать, если будете тянуть дальше, он найдет, он такой реально, как вы описали. Ну, это очень клевый такой экземпляр, хороший, перспективный, молодец. Мы, конечно, не знаем, каким он там таракан, но довольно-таки неплохой парень, как вы описали, и культурный, и понимающий, вообще супер конфетка. Она такого здесь, и среди девчонок спрос очень хороший. Да иностранок такие не всегда, например, доходят экземпляры, так что имейте в виду. Что вы думаете? Пишите комментарии. Если вам видео нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь им в соцсетях моим видео. Если вам нужна помощь моя, как психолога, консультация, под видео в инфобоксе всегда есть моя почта. Напишите письмо, консультация, я вам все отвечу. Если вам нужно опубликовать историю, такой видеоответ, развернутый, как я сейчас дала получить, то просто пишите историю от Анонима и присылайте ваши истории. Спасибо всем за внимание. Всем пока.